Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Как я уже анонсировал, с 5 по 11 сентября в Риге, и не только в Риге, также в Талсах, Фрэзекне, Екапилсе и Смелтоне пройдет уже 26-й форум документальных фильмов стран Балтийского моря. Происходит это все с 1997 года. И вот о программе, какие фильмы можно будет посмотреть, о чем эти картины, какие самые актуальные сейчас темы, которые затрагивают документалисты, мы поговорим с руководителем этого проекта, с кинокритиком Занны Балчу. Здравствуйте, Занны, доброе утро. Доброе утро. Ну вот, чем этот год отличается от прошлых форумов? Сейчас как будто бы, ну вот, слава богу, пока мы можем до осени еще свободно посещать кинотеатры, не знаем, что будет дальше, но вот воспользовавшись этой ситуацией, мы, я думаю, что многие стосковались действительно по кино, по событиям, по всевозможным культурным событиям. Это чувствуется, что, в принципе, люди с радостью идут и посещают. Что готовит вот этот форум? Ну, в этом году, конечно, мы очень рады, что мы можем вернуться обратно в кинотеатрах, так как вы уже сказали только что. И, ну, в последние два года наша программа происходила частично в кинотеатрах, частично онлайн. И в этом, но в этом году мы решили, что мы будем только в кинотеатрах показывать фильмы. Конечно, мы тоже, ну, знаем, что это, наверное, ну, немножко рискованно, поэтому что тоже эти последние два года нам показали, что все так доступно даже из своего дома. Но мы хотим опять показать, что самое хорошее место, где смотреть кино, это кинотеатр. И поэтому решили, что в этом году у нас, ну, главное, самая большая программа будет происходить в Риге, как обычно в кинотеатре «Касунс» и еще в других городах Латвии. И мы там тоже будем показывать не всю программу, в каждом месте те же самые две картины, которые тоже и в Риге будут показаны, и те будут тут тоже. Ну, это одна из таких ведущих, наверное, по поводу организаторских вещей. Но другая, конечно, связана с тематикой. У нас довольно много картин, которые посвящаются Украине, которые сделаны о Украине или которые сняты украинскими режиссерами и по поводу, конечно, на войне, которые все еще происходят. Какие вот, может быть, несколько вот фильмов, можно о них рассказать? Потому что я понимаю, что тут есть и вот «Крим из Даргуми». Это, в принципе, такой очень сложный, можно сказать, даже триллер-детектив, поскольку, ведь, по-моему, до сих пор там еще этот вопрос так и не решен. Да, вопрос еще не решен. Это картина о том, как в 2014 году в Амстердаме Кримские музеи показали свои... Сокровища, да. Поскольку там было очень много артефактов из золота, это, в принципе, и как исторически, и, в принципе, это действительно невероятно ценные произведения. Ну да, и, конечно, и потом, когда выставка кончилась, Крим уже не был таким, как до этого. И фильм рассказывает из разных стран, что делать с этими драгоценностями. И, да, этот процесс еще не заключился. Он, ну, как в каждом судебном праве тогда, ну, есть один момент, другой, и сейчас еще ничего не закончилось. Мы еще не знаем, как эта история закончится. И этот фильм мы выбрали в этом году как тот, после которого будет дискуссия. Мы пригласили профессионалы, которые работают в Латвии, тоже в музеях и инститюции, которые работают с наследствием культуры. И они будут... Мы будем говорить о том, ну, что... Были ли похожие истории когда-то, истории латвийской культуры? Как готовы мы на разные повороты политики, истории? И что, ну, какая ситуация с нашим наследствием культуры в таком контексте этого фильма? Ну, и я хочу сказать, что ведь в истории много таких спорных моментов. Вот достаточно вспомнить и Греция с Англией до сих пор спорит там за сокровища Парфенона, где вот с одной стороны англичане говорят, мы спасли их от военных действий, а греки говорят, спасли, спасибо, но верните назад нам. Нам, то есть вот, ну, такие вещи, которые действительно до сих пор... Да, вот поэтому мы думаем, что это очень... Ну, тема, которая очень актуальна, сейчас даже больше, чем, может быть, пару лет назад, и поэтому мы выбрали этот фильм, который... После которого, ну, мы будем говорить, да, о теме, которой этот фильм посвящен. И из других картин, конечно, у нас ведь очень... Ну, программа довольно разная, там есть фильмы, которые сделали... Ну, сделаны такими очень уже классиками документального кино, как, например, фильм «Даба», который сделал армянский режиссер Артабаст Пелешен, который уже довольно в таком возрасте приближается, ну, где-то примерно 90... Да, да, он уже в таком очень старом возрасте, и в своём карьере он немного фильмов сделал, но, как бы, если мы считаем каждый его фильм, его фильмография не такая уж длинная, но каждый... Ну, он всё время, как бы, в одном стиле работает и делает фильмы, которые... В которых очень важен монтаж. И эта картина такая, которая... Она сделана с очень многими визуальными... Ну, материалы, которые он не сам снял, но они тоже с интернета и других мест или архивах, и он показывает, как... Какая... Ну, мощность природы, которая... Что она может, и как человек, ну, он такой, как бы, маленький, если мы сравниваем его с тем, что нас... Что находится возле нас. Я для наших слушателей, наверное, назову Самый простой способ ознакомиться со всей программой это dogforums.gov.lv Здесь, на этой странице, подробнейшим образом рассказывается о каждой картине. Здесь можно посмотреть и описание, и фотографии, и режиссёра можно увидеть, и страну производства. То есть здесь достаточно очень много информации. Наверное, вот одна из таких тоже центральных картин «Синдром Гамлета», который, ну, вот, с большим нетерпением все ждут. Да, этот фильм мы будем показывать в Риге и тоже в других городах. Этот фильм, в котором снимались, ну, сняты ветераны тоже войны, которые участвовали в войне в 2014 году в Украине, и они со способом театра и этого, ну, гамлетского вопроса они стараются работать, стараются, как эти травмы, которые у них с того времени, как они с ними живут, как они реагируют на тот мир, где они живут сейчас. И мы пригласили несколько авторов фильмов, и это тоже одна из тех картин, после которой будет один, в одном сеансе в Риге будет участвовать режиссёр. Один из режиссёров, он будет в Риге, и он тоже будет после сеанса, он там будет в Q&A, может быть, и можно тогда будет спрашивать у него вопросы после просмотра этой картины. А много приедет гостей на этот фестиваль? Ну, так как мы показываем восемь картин, у нас будет гости из половины из них, из четырёх картин, там будет режиссёр или продюсер одной картины. Но вообще, конечно, так как форум составляется из этих двух частей программы фильмов и часть, которая для более профессионалов, которые здесь будут показывать свои проекты, в той части там будет довольно много иностранных гостей, ну, примерно где-то 60-70 людей, которые, ну, сами делают фильмы, те, которые работают на разные телевидения и компании, у которых есть права на фильмах, и они здесь будут, эти режиссёры, они будут здесь показывать свои идеи, которые, ну, на фильмах, на которых они работают. И вот в этом году в программе фильмов мы тоже включили три картины, которые когда-то здесь были показаны как проекты для профессионалов. Это фильм «Открытие», «Траусла от меня», и фильм, шведский фильм «Дзивот нос сердц», и ещё фильм «Арпусэль». Да, я их вижу здесь как раз, да, в программе, и «Арпусэль» — это, кстати, я вижу, что здесь производство тоже Украина, Голландия, Нидерланды и Дания, да? Да. А скажите, вот сама возможность увидеть фильм на большом экране в кинотеатре, вот чем отличается, наверное, вот в этом очень сильно будет проявляться разница документального фильма и просто телевизионной какой-то программы, которую можно просто посмотреть по телевизору, ну, красивые съёмки, да, может быть. Но вот что отличает документальный фильм от такого рода, вот просто телепередачи? Ну, тоже в этой программе мы старались, ну, всегда стараемся, я думаю, в этом году это там очень видно то, что эти картины иногда, ну, немножко, я даже бы сказала, немножко так экспериментальны, в том смысле, что это не просто, ну, не просто история, которая очень так в прямом виде рассказана, но там очень тоже важна эта образность и важно то, ну, какая, если очень специфическая вид, как режиссёр рассказывает эту историю, ну, например, это тоже Арпуса, там очень важен разговор, который тоже часть фильма, с тем, ну, события, герои и как, и что происходит между режиссёром и героем в течение нескольких лет, она снимала этого героя 7 лет, и это тоже визуально очень интересно показано, и, конечно, как бы, может, я думаю, что большой экран даёт возможность лучше зрителю, ну, попасть в этой картине, и в таком, ну, как бы, темнотея кинотеатра, нету других таких, ну, отвлекающих элементов, которые, может, у нас дома, мы там очень, может быть, больше хотим всё быстро посмотреть и узнать что-то, но кинотеатр даёт эту возможность более посмотреть на документальный фильм тоже как производство искусства, с которым мы можем видеть то, что режиссёр как художник хотел и как хотел нам показать. А каким образом получают финансирование режиссёры, поскольку, вот вы говорите, 7 лет режиссёр снимала, жила с этим героем, то есть это 7 лет жизни нужно отдать для создания картины, которая, может быть, не станет, как там Avengers, там, Мстители, ну, не заработает миллиарды, а с другой стороны, это тоже какая-то очень важная часть искусства, жизни, идеи, то есть вот как происходит финансирование вот этих проектов? Ну, то, что таких картин немного, но те, которые сняты на длинном, на долгом времени, тоже результат того, как происходит финансирование фильмов. Ну, обычно, потому что разные фонды и даёт, ну, как бы, ограничённое количество финансирования для проекта, и обычно, ну, там, такой очень длинный период, очень трудно, ну, сказать, что надо деньги нам, там, фильм будет готов после 10 лет, ну, это, на этом, наверное, вот, ну, кто будет этого финансировать, финансировать, поэтому эти длинные картины очень тоже часто, ну, какой результат энтузиазма документалистов, и, но те, которые, и то, что тоже эти финансирования, механизмы финансирования, но чтобы фильм был готов, ну, какое-то конкретное, за конкретное время, мы видим больше, больше картин, которые, ну, например, там с инсценированием, с архивами и другими такими элементами, которые, ну, более контролируемые, там можно, ну, как бы, предусмотреть уже, ну, как, когда, что будет сделано. И другое, конечно, мы видим и в титрах этих картин, то, что фильмы сделаны обычно несколько странами совместно с ко-продюсерами, потому что это тоже вид, как получить финансирование, то, что, ну, можно из разных стран немножко, и тогда этот бюджет тоже можно сделать, и тогда, ну, мы, конечно, мы видим, что есть, как бы, различия через, ну, из, какие фильмы снимаются, и, как и мы, да, видим в фестивалях, в других фестивалях и идеи, тоже в эти питчинги, которые, ну, как, по-разному. Почему именно Лига, Латвия стала центром вот такого форума стран, документальных фильмов стран Балтийского моря, как мы заслужили это? Ну, этот, ну, да, форум начался в 90-е годы, когда Латвия недавно стала независимой страной, и сначала форум происходил в Дании, а потом, когда мы стали частью Евросоюза, это, как бы, больше, ну, не имело смысла, что другая страна делает мероприятия, которые, ну, больше фокусированы на наш, ну, наш регион, и сначала, ну, потом, и тогда на несколько лет форум, он передвижался между Литвой, Латвией и Эстонией, но латвийский киноцентр, тогда они, ну, как бы, сняли эту инициативу, взяли инициативу на себя, и и начали сделать форум здесь, потому что это, конечно, тоже связано с тем, что, ну, есть какое-то финансирование, которое каждый год, ну, государство дает этому мероприятию, и наши, ну, мы были, ну, тогда, да, готовы, что это Рига, и тоже наша документальная традиция, очень такая сильная, и, да, и поэтому так случилось, что форум остался здесь, и я думаю, что это очень, ну, да, очень хорошо, и тоже в этом регионе, он, ну, главный документальный такой мероприятие, которое, которое, в котором можно увидеть то, что сейчас происходит в документальном кино в регионе, какие проекты здесь, на что работают документалисты сейчас, так что я очень, да, тоже рада, что так случилось, что было это, что-то, да, что это так произошло, в конце концов, что форум здесь. Где можно, ну, я вот сказал, что можно на dogforums.gov.lv найти, во-первых, само описание фильмов, здесь есть программа фильмов, какой день, какой фильм будет идти, здесь, причем, отдельно в Риге просмотры, отдельно за пределами Риги, то есть, очень все, ну, не запутаться, где приобретать билеты, нужно ли их заранее, на месте, как это все происходит? У нас очень, в городах, которые, ну, в других городах, там, ну, каждое место, свои, свои, своя, ну, как бы, политика, как можно посвящать, некоторые бесплатно, некоторые, ну, как бы, тоже, недорогие билеты, но в Риге, в Кассонс, можно билеты, но сегодня, с сегодняшнего дня, в кинотеатре, можно, обрести, билеты, и, у нас, есть бесплатный вход, для студентов, сеньоров, и, школьников, и те, которые работают в кино, так что, там, тоже очень, ну, легко, этого можно сделать, и, может, можно, билеты, приобрести, в кинотеатре, в Кассе, и, тоже, онлайн, без риндос, ЛВ, и, в этом сайте, Eventbrite, можно взять эти бесплатные билеты, так что, тоже, там, в нашем веб-сайте, и сайте кинотеатра, будет вся информация, линки, где, и как это можно сделать. Ну, и, я еще раз напоминаю, что сам форум пройдет с 5 по 11 сентября, вот, в среднем, где-то два сеанса в Кассунсе будет происходить, поскольку, все-таки, кинотеатр не самый огромный, надо, может быть, заранее позаботиться о билетах, но, и, действительно, такое очень интересное, хорошее событие, поскольку, мне кажется, что документальное кино у нас всегда очень большой интерес к документальному кино, и здорово, что люди ходят и смотрят, и это один из способов, как бы, художников, режиссеров, обратить внимание на проблемы сегодняшнего дня, и сделать это в такой очень форме необычной, интересной, которая захватывает. Занна Балчу с кинокритикой, вот, глава этого проекта, была сегодня с нами в студии, спасибо вам большое, Занна, что пришли, рассказали. Всех встречаемся на кинофоруме Балтийских стран. Всего доброго, до свидания. До свидания. Вы слушаете радио Балткома.